А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexTor. Ссылка в описании. Всем привет народ, с вами Alex. Мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. Я сейчас сидел смотрел грузы и решил, что мы повезем куда-то далеко. А вот. Что выбрать? Я не знал. Самый длинный груз у нас 4500 км, а здесь 4000 автомобиля. Но по максимально кривым дорогам, потому что смотрите, Швейцария, Австрия, Франция, где куча платок. Здесь видно, что вообще что-то кривое. И я думаю, что эти 4000 мы проедем за 4 подхода. То есть если мы, по-моему, какие-то грузы возили на 4000 или на 4500, по полторушки за раз, у нас в этот раз будет по 1000 за раз. То есть доставка на 4 серии, если можно так выразиться. Выезжаем ночью, везем машины. 7 тонн. Оплата самая дорогая из доступных на данный момент грузов. Это 165000 евро. Так, у нас 155000. По-моему, мы покупали рано, и нам штуки не хватало, да, на него? Окей. Карта. Карта ж нет? Нет, карта есть. Хорошо. Так, фары. Фары. Где там выезд? Погнали потихоньку. Так, нам сейчас нужно будет понастраивать все, что нам нужно. Потому что ехать просто очень далеко. Ой, что такое на карте слева? А, это база. Офигеть. Я смотрю и не понимаю. Там будто метка какая-то показалась. Так. Вот, блин. Чуть не приехал. Офигеть. Неожиданно. Ой. Минус машина. Нифига он присаживается. Пошире надо взять. Начинается, да, веселье. Я вот сейчас думаю, в идеале сейчас бы, наверное, нам поспать где-то. Было бы неплохо. Потому что если мы поспим, мы как раз поедем дальше днем. Только нужно дни посчитать, чтобы нам идеально спать. Как обычно. Так, давайте пока что включим карту. Я надеюсь, мы его не разобьем, потому что хочется довести. Давайте сейчас наклацаем этот... Что там? А, вот Trip. Пусть будет. Или что там есть? А, ну да. Больше ничего интересного нет. Так. Сейчас прибытие светится суббота. 10 утра. Нам нужно вторник. Понедельник, вторник. Ночью. Приехать понедельник, вторник ночью. Так. То есть у нас понедельник целый. Воскресенье целое. И практически целая суббота. Нифига. Чего мы можем поспать раз 9. А если повезет, то 10. Непонятно, сколько мощный дав. А насколько все это дело устойчивое. Но вот, например, сейчас нам поспать разочек. Или вообще в идеале 3 раза. Было бы вообще круто. Так. А сейчас у нас среда. Среда. Допустим, 3 дня мы проспим. Это, ну, уже четверг получается. То есть в четверг, допустим, проспим. Пятницу проспим. Субботу проспим. И тогда что у нас останется? Джозеф повысил уровень. Тогда у нас останется что? Так. Четверг весь. Пятницу все. Субботу все. То есть в воскресенье и понедельник тогда получатся 2 дня в дороге. Просто нужно подкорректировать так, чтобы мы в воскресенье с самого утра ехали до Талого. А остальные дни, чтобы мы ночью не катались. Короче, если мы сейчас 3 раза где-то поспим, у нас, по идее, будет утро. Поскольку 9 часов. 9.18.27. О, как раз будет прям вообще раннее утро будет. Кстати, а что у нас в баке? Я не вижу, где у нас пометка бака. Фиг его знает, где она находится. Кстати, реально, где уровень топлива? Я не вижу, что справа там есть у нас на GPS. А, слева пол бака получается. Слева стрелочка. Ну, вот как раз мы сейчас можем залиться нормально. И двигать. Потому что эти 2000 км, это по факту на 1000 нам хватит. Плюс хоть будем знать объем бака. 2.200. Ну, пусть сейчас еще хотя бы косарик кто-то поднимет, чтобы мы могли за 125 или 126 тысяч купить грузовик и еще за пару косарей нанять водителя. Так, я не буду сейчас обгонять, потому что не понимаю, какой там выезд. Он плетется капец просто. Наконец-то. Не прошло и полгода. Сейчас как топнет и улетит. Нифига, он резко вырулил. Блин, у нас от выезда. Откуда мы, кстати, едем вообще? Из Вико. От океана прям. Маршруты менять не буду. Будем ехать чисто вот потому, что нам предлагает игра. Понятное дело, что где-то может быть проще, легче. Но по городу разве что можем где-то срезать. А так будем примерно ехать вот. То, что нам предложили. Аж в саму Турцию нужно доехать нам. Эдирне. Но мы как минимум откроем два города, это точно. Возможно Будапешт, если повезет. Но судя по карте, что у нас там желтые города светятся, Будапешт мы будем объезжать. Нилс. Отлично. Нилс поднял четыре куска. Так, чекаем. Магнум. Так. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре. Последний Магнум нам нужен. Так, покупка грузовика. Магнум. Рено. Так. Онлайн. Магнум. Купить. Фиг знает где гараж. На хвост. По-моему где-то здесь был. В Брюсселе. Отлично. Есть контакт. Восемь тысяч остается. И нужно нанять водителя нам. Так, нанять водителя. Джордж. Нанять. И... Да чтоб тебя. Давай еще раз. Джордж, можешь работать. Так. Ну все. Двигаем. Двигаем дальше. На нашем дафике. Непонятно, кстати, сколько мы еще времени у меня санем. У меня сейчас 10 утра. 10 часов мы точно сможем минусануть. То есть... А сколько нам еще нужно минусануть, чтобы поспать 9 раз? В идеале, да? А это выходит... Это выходит. Сколько это выходит? Смотрите, как бы середине подняли. 24 часа. Лишних 3 часа. 9 часов еще. И время прибытия у нас сейчас не очень. Блин, снова куда-то сворачивать. Короче. Я думаю, у нас получится. А, устойчивость. Я уже понял, что ее нет. Нужно будет аккуратно закладывать везде. Потому что чувствуется, что он пытается. Хотя, возможно, да, в такой мягкий просто. Кажется, что он может завалиться. Ну, а... Фиг его знает. Ну, кстати, нифига. Вообще по пути нет, чтобы поспать. Я не знаю, смогу ли я поспать 3 раза. Я не помню, в прошлой серии мы перед приездом спали или нет. Потому что, если я смогу поспать всего 2 раза, это будет максимально тупо. Потому что нам придется ехать ночью. Как и сейчас. Ну, ночью ничего плохого нет. Но просто не видно нифига. Типа, ну, вам в видосе, наверное, интереснее смотреть днем. Что происходит здесь. И так далее. Ну, а сейчас стопим. Мы остановимся, неважно, на скорость, в первом ближайшем месте. И там выберем, куда нам ехать. Скорость 110. Ну, скорость, кстати, не сильно высокая. Такое ощущение, будто микроподъем. Вот, и... Фиг его знает. Будет он топтать, не будет. А может, и подъема здесь нет. Просто, может, не едет. 4000 километров. А, на дорогу, видите, 60 часов. 60 часов, это два с половиной дня, да? Это сколько? 24? 24. 48. И плюс полдня, 12. Это 60 часов. Да, то есть два с половиной дня. То есть, это прибытие суббота-обед. Из субботы-обеда мы можем поспать. Сколько? А фиг его знает. Блин, сложно посчитать. Не, на самом деле легко посчитать. Я не хочу думать. Ну, нужно. Нужно же о чем-то говорить. Давайте тогда считать. Ну, допустим, три часа потом плюсынем. То есть, воскресенье обед, а понедельник обед. Ох ты, блин. Вот что-то такое тогда получается. То есть, мы сможем поспать не девять раз, а шесть всего лишь. Как я так посчитал тогда. Все воскресенье можно ехать. Весь понедельник. Это так. И если минусовать время на субботу, а там сколько? Два часа ночи? Да. Получается лишних шесть часов. То есть, остается четыре часа, если туда во вторник воткнуть. И от субботы двадцать ноль ноль. То есть, сейчас зазор у нас на на сколько? До двадцати ноль ноль. Но образно один сон. Зазор. Сейчас есть. Возможно, еще один накрутим. Блин, ну тогда нам нужно сейчас поспать или три раза в идеале. Или один. Вот как-то так. Но три было бы идеально. Это сейчас от текущего времени было бы плюс три часа. То есть, четыре утра выходит. Было бы. Но сейчас как раз если в пять в пять. О чем я говорю вообще? Если мы сейчас хотя бы через часик найдем где остановиться, то как раз будет в пять утра выходит все. Как-то так, я думаю. Фиг его знает. Блин, ну тут неудобно заезжать. Надо, чтобы прям на дороге у нас было это все дело. Не хочу здесь останавливаться. Но заезжать туда, тратить время это полчаса сейчас улетит у нас или час. Чтоб туда заехать, там разрулить. Ёб твою. Чертило, блин. Просто что это было? Он так резко выскочил. Охренеть можно. О, знакомые хатки. улица, которая на мосту. А, уже 3900 осталось. Блин, мы должны найти, где поспать. Мы уже проехали наверное 200 км и нам поспать негде. Заправку проехали, но вообще не по пути. Ёб ты. А у нас нифига не по пути. Вот здесь разве что. Во. Вот это отметим. Но туда пилить сейчас, конечно, часик или два придется часик или два. Ну, как раз будет 7 утра или 6 утра там сколько. Часик или два плюс 3 часа. Ну, полтора часа даже если 6 утра отлично будет. Просто идеально. Мы заправимся и поспим. Если не на тупом то мы не потратим кучу времени на это дело. Ну, сейчас летим прям вообще идеально. Блин, в зеркале видно кусок вот этого бортика. Поручни этих. Я подумал какая-то антенна сзади там огромная. 143. И причем маленький подъемчик хорошо идет. Короче, значит, шпарить сможем мы прям очень хорошо, бодренько. Скорость у нас получается проблем не будет. Вот я думал вдруг мы всю дорогу будем ехать 110. Это вроде бы ну как бы быстро, но не то, что хотелось. Главное не проехать, потому что могу случайно пропустить. Кстати, по километражу это если я сказал часик или два нифига себе. Ничего, нам 300 км туда ехать до того момента, чтобы мы смогли поспать. Но главное, чтобы смогли три раза и все. Остальное неважно. Там дальше уже будет проще нам считать. Это уже будет светиться, по идее, если сейчас 9 часов, это будет светиться прибытие в воскресенье 12.00. Если сейчас 9 часов суббота показывает как раз четенько. и останется у нас получается полтора дня еще, которое мы сможем потратить. И ехать уже получается мы будем в пятницу. Отлично, отлично. Главное не попасть так, чтобы мы ехали два дня тупо ночью. 150. Отлично летит. Только стрелка как-то быстро у нас улетучивается. с топливом. Это у нас сколько? Если каждая слушайте, так у нас грузовик сдохнет еще вдобавок. Это если каждые 500 км у нас естественный износ 1%, то получается так, что у нас за 4000 км 8% накапает износа. Ух ты, блин, нифига. Я думал он не такой резкий. Блин, в повороте нельзя тормозить. На 130, хотя бы прошли это хорошо. Я думал я не впишусь, а если впишусь, то прокинуть. Поэтому пришлось тормознуть немножко. Нам кстати, нам гараж нужно купить, да, или нет? 5, 5, 5, 5, 0, 5, 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 לא 5, 7, нужно? 5, 1, 5, 4, 5, 6, 6, 6, вообще копейки оставались но сейчас можно будет посчитать кстати можно реально не покупать не гараж не этот не никакого зовут блин не машины заедине обещан они лучше справа дальше буду ехать почитать сколько мы заработаем за этот trip так сказать за эти 4000 км заснаете все и так далее а у нас за семь дней полтора ляма светится доход то есть образно образно грубо очень 250 косарей в сутки мы выехали образно в полночь в четверг то есть вот четверг полный пятница суббота воскресенье понедельник 5 дней 5 дней у нас по идее должен быть вот прям стопроцентный косарь косарь лям а не косарь вот прям стопроцентный лям должен быть больше с эпично если они эти две колонки займут спасибо что хоть не заехал туда так заправляемся а то есть надо именно нажимать заправляться хоть нет ну да растет уровень на gps и доброза ничего не подсвечивается и фиг знает напишет хоть сколько я заправился нет я до сих пор держу нифига не пишет мне так зацепить мог полный бак наверно так убирайся убирайся быстрее ну за него тогда заеду сейчас так спим три раза отлично 1 2 сейчас блин дождь пойдет по-любому 3 6 утра все четенько и дождя нет прикинь дождя нет офигенно просто просто офигенно то что дождя нет так время прибытия все четко как я и сказал воскресенье обед обед 12 часов полдня 234 тысячи уже 234 тысячи нам хватает на гараж на не хватает на его тюнинг все дальше 700 км топчем по полной программе до самого вечера вечером можно будет сейчас можно прикинуть когда нам нужно спать и сколько допустим мы едем до вечера сколько мы до вечера пройдем допустим скорость только на в час 10 часов это 16 до будет часов плюс 5 часов где-то еще до хрена считают ну да 10 это 16 17 18 это будет 12 часов до 15 часов можем точно ехать по светлому за 15 часов учитывая наша скорость мы получается пройдем сколько о нифига слушайте так мы до вечера можем проехать полторушку если останавливаться и не спать полторушку до вечера учитывая что на скорость это причем если будет скорость соточка так мы летим 140 как бы прилично мы реально до вечера можем но если прям до талого топить часов до 10 вечера и на скорости 140 150 я думаю что мы около 2000 можем проехать да прям очень много это получается мы тогда до вечера проедем проспим снова также дофига времени а а потом а что потом будет потом нужно будет спать уже перед приездом где-то в городе но я могу забыть но в идеале конечно если у нас всего четыре сна остается то в идеале тогда будет один заюзать чтоб типа утром рано выехать а потом уже досыпать потому что если мы образно в 10 ляжем спать то мы проснемся просто от 10 плюс 3 часа в час ночи придется ехать посреди ночи что так то не очень так наверное стоит немножко сбавить ход ухты блин еще сбавить ну валки дафиг стрёмно не хочется уронить эти тачки они нам как бы нужны еще так осталось 3600 на сегодня осталось нам 600 километров поехать но это в принципе самая легкая дорога сейчас может тупо по трассам а там уже по тем странам которые мы следующие будем пересекать там будет повеселее конечно это тут мы можем топтать могли куда-то туда наверх скандинавию какой-нибудь тоже очень быстро доехать а в турцию там сейчас будут у нас потом дороги пойдут такие что будем плестись не сможем где-то обогнать дорога будет одна полоса в одну сторону другая в другую и все и капец но кстати вот поэтому и нужно время слишком плотно не считать не оставлять себе большие запасы на минус времени потому что можем потом сами же в него не влезть учитывая какие дороги будут знаете чем не в это если не хватает то чтобы можно было взять и посмотрел карту такое там со спутника ты видишь какая там дорога сколько полос это было бы очень удобно теленок какой-то стоит или чё там я уже не помню отлично летим 154 ты будешь перестраиваться мне показалось что начал пристреляться по факту нет и стрёмно чтоб гонять ну ты чё с чем-нибудь начнется кто-то вылезет передо мной мне бы сейчас охренелся кто-то вырулил я бы не остановился по ходу так они все нормально подумал платка какая-то такое расширение пошло заправочка 500 километров осталось всего лишь в 8 утра ну 150 летим короче мы за час 150 км пролетаем что по итогу выходит за два часа 300 неплохо но все равно это даже не средняя скорость выйдет у нас средняя будет ниже но явно за сотку наверное ну даже сотка кстати нужно было а хотя нет хотел сказать типа нужно было посчитать сколько игра рассчитывает по времени типа с какой скоростью будем ехать но вспомнил про знаки вот эти всякие светофоры ну светофоры не учитываются но учитываются маршруты скорость максимальная по ограничениям то есть 90 рассчитано типа мы будем ехать брендан 2 600 так у нас 240 тысяч на счету кармашки такие ух ты блин я же испугался так близко так нам нам прямо тут какой-то тупняк уже начался из фуриков мы же пролезем или или нет мы пролезем ух ты блин отбойник начался офигенно удачненько на самом деле феликс или кто там повысил в рейнсвей красиво здесь ехать швейцарию как будем проезжать там будет вообще красота я так думаю пришлось тормозить немножко блин а 150 я хотел посмотреть на спидюк как он показывает типа упирается там где образно у нас 140 или дальше туда к букве Т идет то я уже и не помню а не а дальше смотрите летит то 144 Игру на памплона Так Ряд подходит Что мы тягаться будем с ним? Это что там фольк что ли? 300 баксов Томас Что снова начинаются у нас доходы Вот эти веселые по 300 евриков Снова платка, да что же такое О, тут походу можно слева проехать Без остановки или с остановкой? Черт его знает Сейчас как появится стена какая-нибудь 100 метров проехали И платка появилась Итак по топливу На сколько там делений? Кстати 1, 2, 3, 4 деления Короче мы уже четверть спалили Хотя если посмотреть на GPS наш Который справа По нему он там не скажет Что мы четверть спалили Походу стрелка может падать ниже нуля Хотя оно не прям там ровненько На делении Но все равно Нифига он меня объехал быстро Будем тягаться с ним сейчас Если повезет Смотрите парк какой-то туда походу Туда походу заехать можно прям На тачке Но с такого расстояния Крестики не прорисовываются Но возможно можно заехать Так а что у нас по фарам? А не Все работает Показалось что выключено Так тускло как-то светит Так ну практически 120 Я не знаю Больше 120 едет Или 120 или меньше Но сейчас проверим Если догоним Главное чтобы он Из поля зрения не пропадал Потому что он просто исчезнет тогда Но мы потихоньку разгоняемся Только подъемщик может Нас задержать Снова платка Да что ж такое Он сейчас точно из-за платки Улетит от нас Думал зацеплю Так 250 тысяч у нас А на гараж нужно 180 плюс сотка Да по-моему Или сколько Ну короче 300 тысяч нужно на гараж Еще полтинничек на гараж нужен И на грузовики Я не помню сколько он стоит Но явно за 125 тысяч Это получается Сколько полляма На 5 грузовиков Минимум по двадцатке Это 600 тысяч Плюс гараж 300 800 Ну 850 косарей Нам нужно чтобы Купить гараж И заполнить Грузовиками Плюс наим еще сделать Так а фольксваген Куда он делся Он прямо поехал Или он свернул направо Кто-то что-то Завтыкал Потерял его из виду Прямо мне интересно Его догнать 300 километров Осталось на сегодня Кларк Пи Да снова блин Мы что по Франции едем что ли А понятно Я думаю блин Платки одна за другой пошли Думаю такое же полно только у Франции есть И в Польше Блин вот на прошлых Там 40 едешь И прям ты уверен Что ты прилетаешь Прям идеально Здесь я блин 40 еду Мне кажется Я сейчас зацеплюсь Аж сворачивает Начинаю тормозить Да Вольксваген Мы уже никогда В жизни не догоним Короче в идеале Нужно ехать до последнего Так же Поспать Ну а дальше видно будет Все равно в этой серии Мы спать не будем Мы уже поспали Да разве что в следующий Скорее всего Учитывая наше расстояние Бронислав 5 с половиной Нифига себе Жирненько Снова платка Блин За что я не люблю Францию Где-то есть Потому что платки Просто каждые 100 метров Бесит просто Блин Тут на 30 Кажется Что врубишься Так Фура никакая Не заедет У нас сбоку Но топливо Мне кажется Можно будет заправляться Уже когда Когда будем ложиться Спать снова Потому что на большое Расстояние его хватит Где-то так Полтора косаря Можем проехать О Со спуска Хоть немножко Скорости возьмем 130 отлично что-то они не особо хотят ехать плетутся как-то ух ты блин мне направо юб ты капец я не видел что поворотник включил снова кто-то не может работать ничего не так активно не находит работу по ходу бунт какой-то не хотят работать крестьян 879 евро чуть с деревом такое а это но издалека похоже такое кривое издалека реально странная форма ближе подъезжаешь вроде как нормально офигеть дорога широкая кажется как-то так интересно выглядит такое ощущение что тут место просто валом nc 256 отлично взяли за старое зарабатывать по 256 баксов и прикол в том что тип вот если не кататься по таким маршрутом грузы то от этого дороже не станут быстрее они от этого возить их тоже не станут типа замкнутый круг потому что если по городу он один хрен будет дешевый груз снова платка но тут хоть не обидно тормозить все равно придется точность затормозить скорость избавить хотя бы можно без остановки проезжать это уже хорошо так 130 мая думаю скоро уже можно будет искать место для ночлега кстати шкоды везем окташки посмотрите по времени сколько это будет длиться типа 15 часов на 1000 км выходит как-то так было 60 часов да а нет мы же позже посмотрели на время энзо снова 262 евро видим понеслась но кстати энза по моему давно работает но как бы рейтинг прокачан и проехал уже 14000 ну да получается давно работает но взялся взялся за старая по 200 евриков поднимать элис 919 евро тут тоже неудобно сделана заправка ну типа если просто ехать да можно заехать классно а учитывая наш стиль езды вообще не подходит никаким образом нужно где-то искать обычную которая просто вот ты заехал и все или просто на трассе встанем когда будет 3000 километров что там по карте давайте посмотрим уже дотянем куда-то но с францией мы получается сегодня не выйдем где вообще границы проходит а фига наш по франции ехать ехать ну а идеально на платке можно остановиться четенько просто просто четенько на валентина росси штука 800 евриков платка прям то что нужно поклону отражу будет практически идеально мы не практически на полтинничка останется лишний подумаешь ну что народ думаю что на этом закончим нашу серию надеюсь вам понравилось не забывайте подписываться на мой канал все ссылки будут в описании под роликом на с вами был алекс и всем пока пока